Как известно, российский футбол богат на скандалы. И вот недавно наш телеканал Матч ТВ выпустил, так скажем, провокационное видео, провокационный сюжет про Квинси Промеса, где было рассказано, что голландец это плохой парень и так далее. Дальше начался скандал, и в итоге этот скандал дошел до Нидерландов, до соотечественников Промеса. Ну и мне, конечно, стало интересно, а что они думают? Считают ли они Промеса плохим парнем или, напротив, поддерживают своего соотечественника, заявляя о том, что его оклеветали? Давайте узнаем. На сайте inuprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании и введете промокод, указанный там же, то получите три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к голландским комментариям. State of the one and the only one написал, если выбрасывать телевизор в мусорку после каждой выходки Промеса, то придется каждую неделю покупать новый. Это дорогое удовольствие. Ну это намек на видеоролик Спартака, который был ответкой на критику Промеса. Там Краснобелы в Твиттере опубликовали запись, что вот типа они смотрят телевидение, что там показывают, смотрят фильм Промеса и после этого решают выкинуть телевизор на помойку из-за того, что вот ложь транслируют на телеэкранах. Вот здесь голландцы, напротив, считают, что это правда, что Промес – это персонаж такой немножко скандальный. Limited Edition написал, как замечательно, что спартаковцы смотрят в сторону и делают вид, что все в порядке. Но это, как видимо, намек на то, что действительно голландцы считают Промеса скандалистом. И что, дескать, Спартак закрывает глаза на это. Маккун фанатик написал в ответ. Ничего такого. Они просто не согласны с подобной фигней и предрассудками. Это их красит. Они вступились за своего футболиста. Тут не поспоришь. Насер Инмоккун написал. Агрессивная уличная жизнь Амстердама. Да здесь живут только милые люди, которые излучают добро и всегда готовы помочь друг другу. Но это намек на эпизод фильма, где рассказали, что Промес вырос на улице, и что он из-за этого вот стал таким скандалем, что он жил в агрессивной среде. В ответ на это Марк Зефиксер написал. Я тоже не понимаю, о чем они. Я всю жизнь прожил в Амстердаме и не вижу ничего, кроме любви и единения. Например, автомобилисты выходят из машин, чтобы помочь пожилым людям перейти дорогу. Воры извиняются и возвращают вещи. Нет, в самом деле, у нас самый красивый и самый мирный город на свете. Ну, в тот момент, когда он начал шутить про воров, которые возвращают вещи, тут, в принципе, уже понятно, что началась ирония жителей Амстердама касательно своего города. Нет Никс написал. Это всемирный заговор журналистов против Промеса. Наверное, так думает Квинси. Но на деле, просто он не смог скрыться от правды. Даже в России. Я не верю в то, что Промес не виновен в том, в чем его обвиняют. Но такое мнение жесткое. Голландцы здесь не пытаются вступиться за своего соотечественника. Ну и Рикардо Феллини. Это уголовное дело далеко от завершения. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Но я считаю, что чем дольше длится процесс, тем больше шумихи. И я считаю, что Промес обязательно сядет. Ну, посмотрим. У нас вроде как с Голландией нет договора об экстрадиции. Может быть, Промес у нас все-таки задержится. Поживем, увидим. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok.